Что ж, друзья, мои мысли, мы с вами снова в Заре. И вы знаете, вот помните, в прошлом сезоне был такой жакет, только он был золотого цвета, и он был в виде... Так, я сейчас тут запуталась. И он был в виде бомбера. А сейчас вот такой же, очень похожий, только... Тот, кстати, был популярнейший. Я его примеряла в одном из своих видеопримерок. Там золотой такой бомбер большой, такой массивный. И его носили все селебы, и все, в общем, очень много известных людей, очень много блогеров, очень много... Даже одну артистку я в нем видела. Вот этот вот похожий стоит он. Значит, видите, смотрите, вот американских... Американских 159, фунтов английских 109, а наших долларов, наверное, 199. Ну, вот так. Так оно и стоит. Ну, жакетик чудный. Я бы взяла его в примерку, но это размер смола. Если я найду больше размер, то я возьму его в примерку. Вот такой жакет красивый белый за 99 долларов. С легким таким люрексом. Тоже симпатичный. Пуговички такие. Такой, знаете, интересный. Что-то розовое. Розовеется. Кстати... А, они его с брюками, значит, скомбинировали с такими розовыми по 80 долларов. Видите, вот он висит с брюками. Так, это что-то какая-то херня. Сережки эти мы уже видели, которые здесь висят. Так, давайте посмотрим, что еще есть интересного. Новенького. Что мы еще не видели. Еще один жакет. Ну, это все очень однотипное. Он, правда, с таким небольшим поясочком, что, в общем, приятно. Я хочу найти что-то такое оригинальное. Что-то такое, чего давно не было. Потому что все вещи очень однотипные. Вот это интересный такой жакетик за 99. Это какой размер? А, экстрас. Он показался экстраларч. Я думаю, сдурели. Такой малюсенький. Ну, опять же, вот эти вот все обувь. Такая вот все в блестках. Так, вот такое платье за 100 долларов. Креб жаржет. Креб душиновое. Типа с поясом оно идет. Ну, не знаю. Такие... Я не люблю вот такой воротник. Я не фанат этих оборок. Каней-то я не фанат. Не знаю. Раньше мне нравились такие. Сейчас не очень. Вот такие серьги мы, может, с вами смотрели. А может, это другие. У них много в этот раз похожих таких серьег. Тоже с каменной они. У них есть пластик и есть камень. По-моему, я так понимаю, что... Не знаю. Ну, в общем, камень точно есть какая-то часть из них. Я думаю, что все из них. Все они каменные. 28 долларов. Вот у них много такого типа серьег. Сейчас с разными камушками. Еще один жакет. Что-то сиреневое какое-то. Странное платье с разрезом на спине. Такое синенькое платье за 70 долларов. Это экстраларш. Если это экстраларш, то я должна... То мне, наверное, нужно Трикса. Ну, есть у них такое дело. Так, что это? Это кольца за 29 долларов. Да, кольцо такое. Посмотрите, интересное какое-то. Так, такой вот жилет топ. Красивый, кстати. Бишлек. 70 долларов. Вот такая вот, видите, с атласными такими пуговицами. Атласные карманчики. И есть к нему вот такие белые брючки. Тоже с атласным поясом. Опять меня понесло на брючки. Очень красивый комплект. Очень. Ну, для тех, кто вот может такое носить, я не очень-то люблю. Для меня это немножко не совсем уйстает. Вот такое платье. Кстати, я люблю такие фасоны. 79 долларов. Без рукава. Синтетика, конечно, скорее всего. А может и нет. Надо будет. Может, если найду свой размер, то примерю. Вот это вот. Мне нравится вот такая вот штука на пузе. Она как бы скрывает очень много проблем. Топ. Такого типа, как я, помните, примеряла белый. В прошлый раз. Ой. Что же она все так падает у меня? Все у меня падает. За 45. Тоже красивый. Такого же типа. Помните, я примеряла белый. Только тот был такой закрытый под горлышко. И с рукавом, по-моему. А этот без рукава. С такой баской. С такой вот с этим узлом. Они очень симпатично выглядят. Они прям очень комплементарны для определенного типа фигур. Такого же, как вот, например, у меня. Так. Такое платье. Но мне оно не очень нравится. Вот новые украшения из натурального дерева, по-моему. Сейчас я посмотрю. Так. За 65 долларов. Что-то я здесь не пойму. Но я потом проверю на сайте и напишу вам. Судя по цене, это натуральное дерево. Посмотрите, какие красивые. Конечно, дерево. Что-то может быть еще другое. Лакированные такие вот бусы. Три ряда. С металлическими вставками. Тоже очень красивые. Вот похожего вида серьги. Но они не подходят к ним. За 27. Тоже все как орут, как ненормальные продавщицы. Какие-то дикие. Вот такие браслеты за 35. Но я стараюсь не светиться, чтобы меня... Потому что меня еще зары никогда не выгоняли. Но, сколько вы знаете. Может, просто не замечали. За съемку я имею в виду. Вот такой браслет. Подходящий к этому колье. И вот такой набор колец. Это металл. Может и дерево. Не знаю. Давайте почитаем. Сейчас. Что-то я не вижу ингредиентов. Не понимаю ингредиентов. Из чего оно сделано. Материал. Что-то не могу найти. Посмотрю на веб-сайте. Напишу, если они есть на веб-сайте. Так. Что у нас тут еще? Блузочки такие. 65. Ну, такая. Ничего особенного. Жакетик золотистый. А где же был интересен тот серебристый жакет, который меня встретил в самом начале? Я бы хотела его примерить. Вот колечки тоже. Вот эти точно каменные. Ну, это явно камень. Но я посмотрю еще раз на всякий случай на веб-сайте. Красивые. Красивые цвета. Это набор колец. Сколько они стоят? 30 долларов. Так. Нету жакетика, которую я хотела примерить. Такая сеточка. Пончо. 40 баксов. Тоже люблю такое. Вот такие вот босоножки. Они каждый год делают. На танкетке. Они не очень модные. Ну, скажем так, не очень актуальные. В смысле вот трендовые. Трендовые. Но они очень удобные. У меня есть такие. С удовольствием их ношу. Они очень, кстати, легкие. С одной стороны, это и танкетка. То есть, как бы, ну, типа немножко каблучок. С другой стороны, они удобные. Не каблук, а именно танкетка. Так. Сумки какие-то. Не кожаные. Каждый год они делают вот такие вот платья из шитья. Это прям вообще интересное очень. Я сейчас найду его. Смотрите, как оно интересно сделано. Это надо понять. Во-первых, давайте посмотрим, сколько оно стоит. Не могу найти цену нигде. 150 долларов. Это вот размер экстра-лардж. Значит, сделано оно очень интересно. У него здесь, вот здесь это развязано. Значит, оно все на пуговицах. И у него сверху, как бы, пришит вместо пояса, спереди, как будто бы вторая юбка, которая завязывается. Сзади вот так вот обычные платья. И вот так вот, видите, оно выглядит в завязанном виде. Как будто такой передничек спереди. Интересно, да. Вот интересные тоже бусы, тоже новые. Раньше их не было. 40 долларов. По-моему, тоже камушки с металлом. Вот эти мелкая крошечка. Крошечка красного, наверное, коралла. Небольшой. Как-то здесь свет плохо видно. Вот, видите, красивая. Очень красивая, но немножко тяжелая. Ну что, девушки, я даже не знаю, что здесь еще есть, что мы не виделись. Вот такие новые сережки. Я уже видела. Вот Оля из Франции показывала их. У нас их еще не было. Сейчас появились 30 долларов. Потрясающей красоты. Огромные, конечно, но очень красивые. Сумочки симпатичные. Очень классической формы. Причем они не очень дорогие. 45 долларов. Классической формы такие, знаете, багетик. Небольшой. На такой вот ручке такие же красные есть. Есть такие же вот черные похожие, но немножко другие и серебряные. За 40 они вообще дешевые. Ну, симпатичные. Так, друзья мои, мы с вами в Заре, в примерочной. Нашла я этот жакетик в размер лапки. Буду его примерять. Я уверена, что это будет хит этого сезона. Так же, как был предыдущий, который был золотой. Немножко другого фасона. И выносили все. Так, ну я, знаете, у меня только не очень подходящая сегодня обувь для вот таких вот платьев, например, которые я принесла. Но я буду его показывать вот до сих пор. Я в такой вот обуви. И такой платьице у меня. Внизу топик. И вот такая вот у меня, хочу похвастаться. Это не винтаж. Брошка, это не винтаж. Это современная. Какой-то наш А.Н. Клейн или что такое. Вот такой вот бренд. Очень я рада. Мне она очень нравится. Тут такие сиреневые камушки. И я купила ее в нашем вот твинерсе, типа CG Max американский, где-то долларов за 15. Так-то она стоит долларов 30 в магазине. Ну вот там, где она сначала продавалась. И я вам хочу сказать, что у нас сейчас в секонд-хендах не винтажные брошки, но вот такие вот просто красивые. Тоже стоят 14,99 или 13,99. Сильно такие потертые, всякие разные. Поэтому вот даже вот эта вот новая, купленная в магазине, она как бы... Ну, то есть у нас в секонд-ах такие цены сейчас, что это вообще веско. Я не знаю, наверное, перестану скоро доходить. Ну, в общем, короче. Нет, не перестану. Никогда не перестану. Все равно всегда у меня будет какое-то везение. Все, давайте делать примерки и увидимся уже в другом платье. Так, девушки, прекрасное летнее платье. Я взяла размер Extra Large, чтобы здесь оно мне было хорошо. Но вот здесь вот оно мне, конечно, видите, в подмышках великовато. И это история моей жизни. То есть мне для того, чтобы вот сюда, чтобы здесь у меня не обтягивало и не торчало ничего. Видите, здесь мне нужен больше размер. А здесь мне обычно вот все такое велико. Очень интересное, очень красивое платье. Я на вешалке вам его поподробнее покажу. У него есть вот здесь такой разрез высокий. Оно очень длинное. Но с моими ботинками, опять же, нужны, конечно, какие-то пасоножки классные. Каблук, никому не важно. Ну, черные колготы и сапоги не смотрятся с этим. Ну, вот, давайте смотреть на меня вот так вот. Мне очень нравится. У него разные, разные сделаны ткани. Верх сделан из одной ткани, как-то сзади вообще, по-моему, из другой. Низ из третий. Пояс. Или это одна ткань, которая... Я думаю, что это одна ткань, которая просто можно поворачивать в разные стороны. Очень красивое платье, такое летнее, прям такой сарафан с такой американской проймой. Но при этом здесь вырез, не паркорла, я не люблю. Вот. В принципе, здесь можно было бы ушить, но здесь замок. Поэтому мне как бы... А large, я боюсь, что мне вот здесь вот обтянет. Оно даже здесь вот, потому что светлая такая ткань, чуть-чуть-чуть виден живот. Но если чуть-чуть меньше вот размер, оно будет меня здесь обтягивать. А сверху... Но если здесь я могу как-то здесь ушить, то подмышками, конечно... А здесь вот молния и... Может быть, если я вот здесь вот утяну, ушью, да? Ну, к примеру, я не буду сейчас покупать, ну, в принципе, я... То оно ведь и подмышками становится не такое большое. Вот если здесь вот так прихватить, зашить, чтобы оно не расходило сильно, тогда вот это все тоже как-то собирается. Ну, в общем, вот такое вот платье. Сейчас я вам покажу его навешанки. Здесь пояс такой, он сзади завязывается. Так. Здесь вот он завязывается таким вот... Видите, у него такой двойной пояс, который можно обмотать вокруг себя. Получается интересно. Так, вот видите, это размер Extra Large. 80 долларов оно стоит у нас в Канаде. Значит, я вам хочу показать, как оно интересно сделано. У него очень такая приятная вот здесь вот отделка. И спинка сделана вот из такой вот прозрачной ткани. Тоже, кстати, проблема, потому что бюстгальтер будет просвечиваться. Ну, если бежевый, то ничего страшного. Видите, здесь такая прошитая планочка вот эта вот. И юбка и верх сделан из такой более плотной ткани. А вот спинка вообще как-то получается прозрачной. Ну, это интересно. Интересное сочетание. Конечно, придумали они классно. Здесь вот замок. Молния. И вот эта вот очень, очень, знаете, такая приятная отделочка. Идет по горловине и по пройне. Ну, вот опять же, мне немножко с размером в этих платьях проблема. Не совсем, как бы я могу найти подходящий мне размер. Если платье с рукавом, то это нормально. Даже то, что оно мне здесь в подмышке великоватое, не страшно. А вот когда платье без рукава, коих я принесла сегодня три штуки, это уже для меня начинается проблема. Так, прекрасное ядовитое платье. Прекрасное, прекрасного ядовитого цвета. Это ларч. И вот видите, оно мне так тютелька в тютельку. Мне надо было бы, наверное, экстра ларч. Хотя вот за счет вот этих вот складок живот не сильно торчит, не сильно видим, видите. Но вот тут вот за счет того, что ткань такая немножко трикотаж, оно меня облегает. И вот здесь, в принципе, оно мне нормально. Но вот мне кажется, что оно должно быть немножко пониже. А пониже оно не опускается, потому что чуть-чуть оно мне маловато. Вот как-то так вот, понимаете. Вот если бы оно вот так вот сделать, вот так вот, вот это было бы идеально. То есть верх немножко укоротить и приподнять вот так вот вниз. Но никто, конечно, не будет заниматься никакими переделками. Значит, у него красивая такая вот, красивая юбка. Здесь вот с какой-то такой, типа, фауэль какая-то. И вот мне действительно очень нравятся вот эти вот фасоны с таким вот здесь вот, как бы защипой с такой. Потому что они очень-очень хорошо сидят на фигуре. Видите, они поседают талию, как бы убирают вот это вот, вот здесь вот эти вот складки. Они не очень подчеркивают живот. Ну, в общем, короче, платье красивое. Цвет такой спорный, конечно, но такой немножко ядовитый. Но, в принципе, красивый зеленый. Черт, мне нравится, в общем-то. Неплохо, по-моему. Так, платье тоже симпатическое полиэстер. Размер large, 80 долларов. Вот видите, его номера такие. Мне нужно было бы, наверное, все-таки extra large. Хотя боюсь, что вот здесь сверху и в проймах оно мне тогда было бы великовато. Единственное, что у него как-то вот эта штука, то есть вот то, что вот здесь вот, видите, такая подкладка. В пройме она как-то выворачивается. Я не знаю, это проблема именно этого платья, или они все такие. Но, в принципе, идея его очень красивая. Вы видели на мне. Чуть-чуть бы на полразмера больше, если бы так можно было. Large plus, large половиной. Extra large минус, да? Я бы... Было бы лучше. Так, и традиционное черное платье. Конечно, в последнее время мы без черного не уходим из магазинов. Вот это платье мне больше всего... Ну, как бы сидит, мне кажется, на мне лучше всего, потому что это extra large, но у него есть рукав, поэтому вот эти вот большие проймы, размеры, что оно мне в пройме великовато, это не очень так видно и бросается в глаза. Единственное, я бы сделала, может быть, какой-нибудь чуть-чуть вырез, потому что вот это под горло меня как-то немножко смущает. Но посмотрите, как оно тоже интересно сделано. Такой фасон типа а-ля космон. Космон любит такие какие-то складки разные, интересные. Причем она как-то сзади идет с платкой, и спереди вот здесь вот в эту сторону, и низ как будто бы разные длины. Кстати, вот такое платье черное, вот с этими ботинками, просто мне кажется, совсем-совсем неплохо вот с такими сапогами. Это даже в этом есть какой-то шип. Такое, знаете, именно вот такое вот, как бы, ну, скажем, элегантное платье. А оно даже не то, что элегантное, оно такое деконструктивное. Видите, вот эти все вот какие-то вот здесь дела. Опять же, это не очень подчеркивает живот, и размер экстраларч, и вот чуть-чуть бы сделали вырезочек. Ну ладно, так тоже хорошо. Я думаю, что вам плохо видно, я вам лучше поближе поднесу вот так телефон, и вы поймете. Ну, навесить еще потом посмотрим, как это будет. Видите, здесь такой, такой зажим идет вот тут вот, и вниз вот оно, я думаю, что оно одной длины, просто за счет вот этой складки оно немножко короче. Очень, вот это мне прямо очень нравится платье. Опять же, черный цвет. Вот у меня сегодня никаких украшений, кроме броши. А сейчас бы я бы сюда, прикиньте, босы свои повесила, и, в общем, были бы, мы устали в хоровод, да. Так, с этим платьем я примеряю вот такой белый жакетик. Я даже не могу назвать его, ну да, типа пиджак, жакет. Ну, с черным платьем, конечно, сам Бог велел, потому что все самое, самое, легче всего. Вот такой, видите, под, под вырез у него, вот как будто бы рубашка, вот такой воротничок. Пугольчики, кстати, обтянуты в той же ткани. Кстати, я заметила, что в Заре в последнее время очень много, не только в Заре, во всех масс-маркетах, очень много вот таких вот, именно, вещей, где пуговицы обтянуты из ткани. Это как бы, это вложение. Но это не, все-таки надо сделать, понимаете, не просто пришить, лишь бы какие пуговицы, а вот сделать из той же ткани обтянуть пуговицы, все-таки какие-то нужны для этого затраты дополнительные. Он из такой приятной, такой, какой-то такой жаккардовой, что ли, ткани, я даже не знаю, как с легким таким проблеском. И, в общем, довольно приятный. Подплечики у него, хорошенький жакетик. Ну, есть карманы, да, только они зашиты. Все карманы оба зашиты. Рукава мне длинные, как всегда. Здесь такой вот, как будто бы небольшая такая шлица на руками. Ну, и, конечно, классическое черно-белое сочетание. Это всегда красиво, всегда замечательно. Господи, музыку выключили на 2 секунды, я аж вздохнула. Вот так. Черно-белое – это идеально. Вообще, самое лучшее сочетание, по-моему. Так, жакетик стоит 99-90-100 долларов, размер large. И вот такая вот приятная ткань. Все это, конечно, полиэстер, подкладка. Но ткань очень такая интересная. Смотрите, какая приятная. С таким легким блеском, но, опять же, с очень легким блеском. Кстати, тот серый костюм, который я примеряла в прошлый раз, его уже давно-давно нет в магазине. Вообще, я прихожу там, допустим, раз в 2 недели или раз в 10 дней в магазин, и все, совершенно другой ассортимент. Почти, практически. Потому что у нас абсолютно все раскупается со скоростью звука. На веб-сайте еще что-то есть, а в магазине очень быстро раскупают. Ну, и гвоздь программы. Блестященький. Жакетик коротенький, шикарный. Мне он очень нравится. В прошлый раз, в прошлом сезоне золотой был бомбер. Мне кажется, немножко был более интересный фасон, потому что бомбер такой, знаете, более интересный фасон. И сейчас просто вот такой коротенький а-ля Шанель фиджачок, но вот эта ткань, я уверена, что все в нем будут. В нем нету застежки, нету пуговиц, вот такие клапанчики. Ничего в нем нету, просто вот эта вот ткань, она, конечно, шикарно выглядит. Это large, по-моему, размер. Ну, вот такой он, но он не должен застегиваться. Опять же, на черном серебре серебро очень красиво выглядит, мне кажется, правда. В общем, вот такая вот вещь. Мне нравится он. Если доживет до распродажи, обязательно. Так, ну, цена, конечно, убойная, 199. Но я вам показывала там в зале, сколько он стоит в американских долларах, сколько он стоит в фунтах английских. А у нас 200 ваксов в Канаде. Значит, это размер large. Есть еще extra large и extra-extra large. Но large мне вполне нормально. Конечно, это все синтетика, но тут же дело не в этом. А вот, вот такой вот, такая интересная ткань. Вот такая. И тут еще пришита вот эта вот всякая вот. В общем, он, безусловно, нарядный такой красивый пиджак. Но с черным платьем, например, по-моему, на мне было очень красиво оно выглядело. Просто очень красиво. Так, видите, это был размер extra large. Он мне очень как раз подходил. 100 долларов оно стоит, потому что в нем есть хлопок, лен. И, по-моему, 25 хлопок, 30 с чем-то, лен. Все остальное полиэстер. Состав неплохой. Цена поэтому чуть-чуть повыше. 100 долларов. Но я считаю, что оно очень достойное, это платье. Посмотрите, как оно сделано здесь интересно. Я же говорю, в стиле коз такой. Такой немножко какие-то вот такие интересные странные складочки. Черный цвет. Довольно хороший состав. В общем, ну, платье достойное очень. Я тоже буду его ловить на распродаже. Потому что за сотню мне, конечно, жалко. Ну, я думаю, что размера моего не останется. Как всегда, как распродажа останется. Если в лучшем случае смол, экстра смол, то это хорошо. А мне надо аж extra large. Хотя, видите, он есть и extra extra large размер. То есть, он довольно, довольно есть большие размеры. Но extra extra large, наверное, будет великоват. Хотя еще немножко я поправлюсь. Через полгодика будет в самый раз. Шутка, шутка. Я худею сейчас, вы знаете. Вы, если смотрите мои стримы, то мы там обсуждаем это дело. Так, девушки мои дорогие. Ну, вот такие у нас сегодня были примерки. Я надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Я, мне кажется, нашла несколько. Ну, вот это платье достойное. Жакет. Белый тоже. Мне кажется, что все вещи неплохие. Только если правильно подобрать размер. И правильно там обувь. И как следует знать, с чем носить, куда носить. То, мне кажется, будет очень-очень неплохо. А на сегодня все. Всех люблю. С вами Владита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok